Всем добрый день, всем мира и добра! Меня зовут Валерия. Итак, продолжаем с вами заниматься домашней косметологией. Я продолжаю отвечать на один вопрос, на ваш запрос. Итак, меня попросили рассказать, чем и как мы с вами в домашних условиях можем заменить готовые косметические патчи под глаза. То есть те самые патчи, которые чаще всего используются для борьбы с отеками, с темными кругами, с мешками под глазами. Ну и конечно же есть патчи, которые омолаживают кожу вокруг глаз. И в прошлом видео я вам уже дала один рецепт из недорогих аптечных средств, который великолепно тоже борется со всеми теми проблемами, которые я уже озвучила. Мягкая домашняя альтернатива к готовым аптечным патчам. Но я вам сказала, что есть еще одно замечательное недорогое аптечное средство, которое великолепно омолаживает нашу кожу, в частности кожу вокруг глаз. И это не что иное, как масло шиповника. Смотрите, у меня масло шиповника, которое я купила на сайте iHerb, но в любой аптеке можно купить масло шиповника. И я вам советую, кстати, покупать масло шиповника, которое можно употреблять внутрь. Оно наиболее богато. Но если купите косметическое, хорошо купите косметическое. И для приготовления наших домашних патчев нам, как всегда, понадобится ватный диск, который мы с вами разрезаем напополам. То есть фактически ватный диск у нас будет имитировать вот ту самую гелевую основу готового косметического патча, который создает эффект окклюзии, как повязки. И под вот этим окклюзионным эффектом у нас все косметические вещества, ну то есть тот гель, в котором патч, собственно говоря, находится, действует гораздо эффективнее. То есть создается эффект окклюзии, который, во-первых, стимулирует и лимфодренаж. И под действием вот этой самой окклюзии, повязки фактически локальные, да, косметические ингредиенты проникают вглубь кожи. Так вот, масло шиповника в чистом виде, ничего другого. Поскольку масло шиповника богато и омега, и жирорастворимыми витаминами, в частности витамин Е, здесь также есть витамин С, который, собственно говоря, будет стимулировать и синтез коллагена, и бороться с отеками, и укреплять стенки сосудов, тем самым бороться с отеками и с темными кругами. Ну, в общем-то, замечательное масло. И мне лично масло шиповника очень хорошо подходит, в том числе для ухода за кожей глаз. Но я вам предварительно рекомендую все-таки сделать аллерготест, пробу, вот для того, чтобы исключить аллергию. Итак, что нам понадобится? Мы берем с вами буквально одно-две капли и предварительно распределяем по нижнему веку. Очень экономно получается на самом деле. Очень экономно. Вот и все. Вот и все. Можете добавить по верхнему веку. То есть здесь не надо именно патчи, собственно говоря, промакивать маслом и накладывать, для того, чтобы было очень масляно и жирно. Но теперь волшебство в другом. Наши патчи нужно намочить. И намочить желательно водой теплой. То есть не кипяток, но при этом вода должна быть выше температуры тела. То есть она должна быть теплой. И в чем вся прелесть? Наш патч, наш фактически ватный диск, смоченный в теплую воду, мы с вами накладываем вместо готового косметического патча. Вот таким вот образом. Мы с вами знаем, что вода не взаимодействует с маслом. Поэтому масло будет оставаться на поверхности кожи. Но вот этот как раз таки мокрый патч, особенно в теплой воде, смоченный, он будет стимулировать микроциркуляцию. И именно он будет создавать эффект окклюзии пленки, под воздействием которой содержимое нашего масла будет проникать вглубь кожи. Вот и все волшебство. Поэтому нам с вами понадобится минимальное количество масла шиповника, еще раз, которое мы предварительно наносим на кожу. Но все волшебство как раз таки в том, что мы патч смачиваем теплой водой. Во-первых, вода еще раз, да, создает эффект пленки. А во-вторых, теплая вода, она стимулирует микроциркуляцию. И неудивительно, что после такой процедуры вы можете заметить, как у вас, например, мешочки подтягиваются сразу, уже сейчас. Или уходит отечность. И теперь сколько мы выдерживаем? Мы с вами наши патчи домашние выдерживаем 10-15 минут. После того, как мы выдержали, мы их снимаем, смотрите, по массажным линиям. Строго по массажным линиям, не вот так вот, а вот таким вот образом. Либо вот таким вот образом, то есть от висков к центру, либо снизу вверх, для того, чтобы не растягивать нашу кожу. И если у вас, допустим, каким-то чудом остатки масла остались на поверхности кожи, промокнуть бумажной салфеткой. То есть ничего больше делать не надо. Главное, правильно снять. И делаем мы с вами наши патчи 2-3 раза в неделю. Я противница того, чтобы каждый день делать подобные процедуры, поскольку все-таки кожа будет уставать. А для того, чтобы мы с вами добились хорошего результата, 2-3 раза в неделю вполне достаточно. И, кстати, такие же патчи можно чередовать с теми патчами домашними, которые я вам показывала в прошлом видео, когда мы с вами использовали базу из алоэ. И это хорошо, в свою очередь, и тоха. Естественно, что такими патчами мы тоже с вами можем варьировать. Например, накладывать на гусиные лапки, оставлять, да. Можно на носогубную складку накладывать и так далее, тому подобное. Даже можно, вот скажем, накладывать, если у нас проблема, это морщина гордится. То есть все, как мы делаем с готовыми аптечными патчами, мы точно так же можем поступать и с этими. Но поскольку был запрос именно про глаза, я вам и говорю, как делать под глаза. И результат будет замечательным. Так что берите этот рецепт к сведению, делайте и преображайтесь. Главное, помните, что на самом деле, если посмотреть на ценовую политику, то масло шиповника, оно доступное нам по цене, его хватает надолго. И да, конечно, советую пройти курс такими масками 10, 12, 15. То есть фактически месяц-полтора позаниматься собой. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Для того, чтобы действительно увидеть хороший омолаживающий результат. Ну и еще раз повторю, я думаю, очень многие в курсе, насколько масло шиповника очень хорошо омолаживает и заживляет кожу, в том числе кожу вокруг глаз. Но не забывайте все-таки про аллерго-тест. Так что вот такой для вас очень простой, недорогой рецепт, совет, который помогает нам заменить готовые магазинные патчи, дешево, доступно, а главное эффективно. Делайте и преображайтесь. Будьте здоровы!